Украинская хвиля, радиостанция Место Тернопель. Можно на украинской? Если честно, то я уже немножечко понимаю, но тем не менее, чтобы не было недоразумений, лучше по-русски, если не затруднит. Ну, в первую очередь хотим вам сказать спасибо. Мы получили огромное удовольствие, у нас только что высохли слезы. А вы видели что ли уже? Слушайте, ну и как вам подождите? Это просто, честно, мы вот только что пообтирали, сидели тут салфетками, мы и смеялись, и плакали. Очень классно, спасибо большое, действительно. Но мы всегда, как зрители, мы всегда думали, что вы вот такая темная изюминка нашего кинематографа. Но вы, оказывается, можете быть белой и пушистой. Очень идет, честно говоря, очень идет. Скажите, пожалуйста, собран был очень красивый состав актеров? Да. Просто бесподобный. Спасибо. Как работалось? Вообще не тяжело? Потому что я знаю, некоторые актеры, ну, честно говоря, мы читаем это только из хроник там желтых, да? Ну, говорят, что не все ладят на съемочной площадке. Вот как у вас? Ой, да вы что, для меня это работа. Вот у меня было немного съемочных дней, вы поняли, что у меня там не главная роль. Вот, на которую бы я, наверное, не решила, если это как попасть под танк. Тем не менее, понимаете, вот каждый у меня съемочный день, это было вот, это жемчужина, которая останется со мной навсегда. Да, потому что, да, я не скрою, бывают такие проекты, когда ты снимаешься и думаешь, господи, дай мне сил бы стоять до конца, выйти из этого и забыть об этом, как страшно. В смысле, бывает такое, да, хотя ты все равно стараешься и вкладываешь душу и делаешь все по максимуму. Но здесь это было чудо абсолютное, конечно, потому что материал, потому что партнеры, моими партнерами в основном были Володя Зеленский и Марат Башаров. Марат Башарова я знала, но Володя Зеленский это было для меня абсолютное открытие, вы его все хорошо знаете, теперь мы его хорошо знаем, 95-й квартал. Но я вам хочу сказать, что вот я даже испугалась, когда...